Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Сюда можно вставить? Да, да. Проходите. Так, корзина. Сундуки и емкости из природных материалов. Что шло в ходу, что Боженька дал по лесу, что есть, то вот и шло. Корни сосны, береста трех видов, лентой нарезанная, снятая пластом, снятая чулком, сено, колбаской скручивается, корнем перевязывается, глубинные короба, также и сундуки глубинные, бочки долбленые, бочки бандарные, сосновая дранка, ивы, и прутья. Ну и из всего этого материала можно задать любой объем, любую форму. Хоть такие, хоть такие. Это каждая семья этим занималась, или мастера отдельные были? Ну, везде по-разному. Это мог сделать и среднестатистический крестьянин. То есть, он был мастером, в общем-то, на все руки. Но это же надо было летом заготовить, да, вот эти все берестуры. Вот, это чулком снятый, без разреза, можно жидкость хранить. Это соломки для соли, это для пивного праздника. На северных деревнях проводились такие же пивные фестивали, как Октоберфест. В нашей деревне. Ну, а дальше более поздняя гребель, которую делали вот эти местные мастера аргумы. Ну, да. Сиди попал в свою среду. Ну, да. А там какой станок, ты видел? Нет, еще не видел. Афортный, почти там. У нас такой афортный. А это типа мельницы. И по стенам рушники. Рушники не столько полотенца, сколько вещи обрядово-декоративные. На всякие случаи события, значимые жизни, от жизни до смерти. Вот с ужасным состоянием, свастики, дьвы, птицы, серин, гуглавые орлы. А ты их брать? Да. Ну, полык, да, что-то. Понимаете? Да, что-то. Уфту, лапу. Спасибо. Ну, я-то у вас на улице. Яблоки. Юра, не от тебя, да? Понятно. Полыкарманы не было? Да, в сторону. Какие? Какие карманы? Какие карманы? Ну, ты что-то подвал. Боже, что суть. Так, тут рассказывает, а вы там что-то садитесь. Ну, а это амбар. То есть, амбары никогда не входили в состав усадьбы и вставили на некотором удалении, как правило, перед зарубой на пункте пожара. Останется хоть какая-то крыша над головой, останется семяное зерно. Основной элемент амбара это закрома или сусеки, где вот колобка скребли-мели. А сусек это что вообще? Ну, отделение. Я обошу все к низу. Вы же скребали к весне. Амбары это средний класс и выше, бездны и хранили в ловях, где-то в тенях. Это зерно хранение. Это жизнь от этого зависела. Барана стуковаткая, геловое бремно колется пополам ветками в одну сторону. Ну, вот барана природная. Ну, тут история земли пахотных орудий. Соки, косули, гералы, плуги, бороны. Какое это? Ну, это металлические плуги, а вот деревянные. Далее, вот, вдоль стенки, саха, косули. А вот эти бревнышки с сучками? Барана стуковаткая. Ну, раздумываем, вот, вверх, в одну сторону, вот, природная барана. Далее, по сферам. Чего-то выросло, да, сжали. Сейчас там, у нас караж. Мы сожжем. Братоническая молотилка. Рануку, кого-то не надо делать. Прощаем. Ведух-то, на их банке. Садок, похоже. А, да, да. Сюда. А сейчас нужно. И вот, ими перебивает. Все высыпается в одну кучу зерна, солома, шелуха. Да, да. Мы дальше отряхиваемся в соломы, повеевать. И примесей. Механически эту работу делает веелка. Которая создает искусственный веелк. Сюда насыпаем плитно. Оно попадает в воздушный поток и примеси выдумает сюда. Приделок. Далее, объединили молотилку, веелку и жастку в одну машину. Получился комбайн. Но первые комбайны таскали лошади. Притом 40 штук сразу. Ради интереса, посмотрите, как выглядели первые американские комбайны 19 века. Там целый табун тащит. И комбайн такой, размером с дом. Сразу совершенство не приходит. Миллионы лет пчелы жили в таких условиях. Естественная борь. В лесу можно наблюдать, как пчелы, как вертолеты вдоль ствола дерева летают. И как рентгеном просвечивают, ищут пустоты. Находят вход. Эти разведчики приглашают остальной рой. Обживают. Здесь было 10 килограмм меда взято. Остатки сот. Соответственно, в древности человек добывал мед туда в пучок горящей травы. Пчелы погибают, вырубают топором, все выгребают. Но от этого меда больше не становится. Поэтому стали делиться с пчелами. Забирать только необходимое. Не убивая их. А так как естественных бортий в природе мало, стали делать искусственные. То есть долбить на дереве. Либо долбить на земле, подымать на деревья. Для этого нужны навыки альпинистовые. Альпинистские. И вот такое вот альпинистское снаряжение. 19 века. Бортное лазило. Чтобы лазить по деревьям. Ну, помимо человека мед любит еще и медведь. Поэтому вот такая вот защита от медведя, колотушки. Медведь лезет по дереву. Колотушка мешает. Он ее отбивает лапой в сторону. Она возвращается ему полбу. Чем сильнее отбивает, тем сильнее она его бьет. В итоге он забывает про мед. Начинает бороться с колотушками. Срывается и падает на вкопанную колю. А как же. Заодно еще и... Сломалась система. В 1814 году наш соотечественник Прокопович дал миру идею рамочного уля. Ну и в модернизированных всяких вариантах эта идея существует и по сей день. А это вот какой-то зверь залез за медом, пчелы его убили и забальзамировали. Это технология бальзамирования и мумифицирования. Мясо в меде может храниться на воде. Древнейшая технология бальзамирования. Это лазь за медом. Лазь. Только латушка. А, вот сидя. Ну там дырка ушла. Когда это дырка ушла, то есть система пресс-веса. Сжали мед, вот остался мед. Да, в догонку к рамочному улю в 1865 году в Австрии, в французской грузбе была изобретена центрифужная медогонка. Идея проста, что начинаем раскручивать, центробежная сила выдавливает мед из ячейок, он вытекает вниз. Ну и тут медогонки всех систем. Вот это чисто русское изобретение. Не каждый крестьянин сделает редуктор. Ну вот палка и кривошип сделает каждый, и нечему ломаться. Как на самопрялке, там от ноги здесь от руки. А вот это совсем редкое, которое крутит в вертикальной плоскости. Вытекает с двух сторон сразу. Ну и защита от пчелы. Просто раньше пришивали к ситу из конского волоса, мешковину на плечи и дым. Действия пчелы на пожаре, такие же как у человека. Человек в сундуки начинает выносить. Пчела начинает выносить мед, набирает полный зоб меда и с полным брюхом не может подогнуть сжало. Не может его вывести для атаки под прямым углом. Поэтому сытая пчела не жарит. А еще раз вы эту прокрутите, можно на минуту? Она что-то снята. Это раевня для переноски раев. Это бортное лазерство, это блок поднимать. А где раевня? Раз, два, три. Сейчас котов таких переносят. Да, 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 сразу. Старобрядческий станочек катать свечи. Второй продукт меда это воск. Колбаской с фитилю мы вот две доски, по сути, вот и закатываем. Также еще в формочки лили. Мед и воск был тем, чем сегодня является нефтегазник. Это стратегический материал. Ими собирали дань, платили налоги. Так, ну теперь надо дальше. Да, пойдем дальше. Кто быстро себе в шикрохобе. Да вот, кто песков есть. Это твое? Нет, это товарищ. Я думал, ты уже новый. Нет, мне пока хватит. Ну здесь то, что заменяло социальные сети. Такой некий женский клуб у источника воды. У колодца, где всякие пастирушки или носка воды. Оттурдение новостей. Самое главное, женщин новости обсудить. Да, главное, тут перемывались не только одежда, но и кости всех соседей. Накоби же. Ну это прототип стиральной машины. Живая по сей день. Современные машины тоже шарики закладывают. Две палки. Положень, двойки. Ну и коромыслы всех систем. Это вот наша средняя полоса. Это север. Это юг. Это коромыслы дружба. Это более древняя форма с вареными гнутыми концами. Она же есть фитнес-палка. Он сразу же все упоравляется. Только упражнение можно найти. Торговое оборудование. А эти гири? Да, ну это гири не спортивные, это гири весовые. На всех на них и на весах клейма фискальных служб для проведения налоговых мероприятий. Это весы системы безмен. Самый распространенный тип весов. Сюда подвешиваем то, что хотим взвесить. Ставим палец, ловим баланс. Тут соответствует шкала из гвоздика. Шкала часто у каждого может быть своя. Каждый бок на душу положит. Поэтому их запрещали для официальной торговли. Для официальной вот такие вот. На всех на них клейма. Я вот на таких еще совсем недавно взвешиваю. Да. Здесь можете составить. Черешник. Что там? Так, подходим сюда. Ну, дальше здесь разного рода измельчители, родственники, мельницы. Ступа полуавтомат. Дали пальцем и пошла налогить. Сейчас обычные ступы с ручным приводом. Полуавтомат. На нашем времени дожила она в поговорке в ступе заложь воду. Мы на самом деле тоже воду толкли. В обрядах проверки невесты на терпение. То есть выполнение дурацкой работы. Дальше табакаретки, картофельные терки, картофельные прессы. Сечки такие-сечки. Вот на древках. Кормовые корыта. Корыта для корзины для переноски кормов. Крошни для переноски сена. И вот тут пять механизмов промышленные бутылки для пилоса. Сюда трава и поехали. Может быть тонный привод. Конь ходит по кругу, редуктор крутит. Но это машины в основном такие западные буржуазные. Это вот транспорт на майне фирма Майпорта. Один из основных поставщиков в Российскую империю. Она имела представительство на Мясницкой 38 в Москве. И теперь любой желающий, как на Алиэкспресс, теперь мог прийти заказать через неделю из Германии. Грабли понятны. Виллы понятны. Сами виллы тоже вырастают. Внизу кузнечные аналоги. Миксеры. И ухваты. Тепли рота дает все сама. Чтоб до мозолей. Определительные приборы. Так, сюда-сюда все. Абажур. Для лучины? Для лучины. Ножом нарезается лучина. И ставится. Вот горит всего 3 или 4, максимум 5 минут. А как это? То есть, скажем, 5 минут они что ли там эти ставят? Да, надо менять. То есть, выполнять при этом какую-то работу невозможно вообще. И сажали за это дело самого бесполезного в рукоделии. Старого или малого. Кто сидел, только менял. Когда делалось противопожарным корытом, куда наливалась вода, вода как бы отражала свет, делая его больше. Тема детская, вот люльки, зыбки. Туалетники ходить, стояло. 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 Туалетник ходить, стояло. У меня одна на чердаке, пожалуйста, такая. В столице. Нет, уже молодые. Говорил, смотрите. У меня школа же нереволюционная. Ну да. Женщины сразу. Пилы колорамные, лучковые, ну все виды пил Далее инструменты солярные Станки токарные, древнейшая форма жерби, живые, перевязываются деталь, сюда резец Здесь всякие мелочи делать, луком привод, второй рукой резец Здесь от плаховика, здесь один крутит, второй режет Тут все виды рубанков, рубанки к нам пришли из Германии, поэтому большинство подвидов немецкие Шерхебель, ценубель, зензубель, грунтубель, федергубель, шпадгобель, шпадгальтель, шпунтубель, лукхобель Ужас какой, это строговое Как в покровских полорозах Шпиц, штихель, волштихель Дальше струбцины, всякие зажимы, верстаки А можно к вам туда вырезать? Бандарные инструменты, сверлили, разметочные, сажень Вот технология, как колеса гнули, то есть полос выстругивали, потом его варили, гнули Колесо откуда пошло Да, да Из частей стали делать Это столок для производства драмки Драмка деревянная черепица И вот тоже чурка выбирается без сучка, без задоринки В полдня варится И таким вот струбом, полос за полосом срезаем Работа довольно тяжелая, поэтому для нескольких человек А что это такое, не знаю, как они Что-то не массовое, какое-то самоучка сделал, что-то для какой-то операции Стрела 1902 год Ну была версия, что ружье сверлить, но нет Что ружье там с дочь Ну конечно нет Не в смысле сверлить, а когда по старой технологии делали Там уже кузнечная сварка из пластины Забальцовывали И там отверстие это было, его нужно было только прочистить А это вот была деревяшка Да, деревяшка была Вот есть что-то крутится Эта каретка вот она ходит туда-сюда 3D принтер Наверное 3D принтер Так, поехали дальше 4D принтер 5D принтер А это что гвозди такие? Уже у тебя операции с металлами соответствуют Горн маленький, горн большой, горн лопастной Болгарка, точильная машина сверлильная Замки Кто-то в режиме шиномонтажа работал Кстати, как Владимирский тяжеловоз Отличается от обычной лошади Ближе к самогонке Стекольное дело, гончарное дело Самогоноварение Бутыли разные Что-то знакомое Субтитры Субтитры Это от машин Он не такой, мне поменьше А вот гончарный класс Костянуты медведя Охотят пироги Самодельные штуки Поджини Лыжи Грузовой челнок Лодка-долбленка Из цельного массива Сюда кладет ружье Продукты, инструменты Добыча За пояс и тянет по снегу А медведя ходили в рукопашную Вплоть до конца 19 века А почему в рукопашную ходили? Потому что от такого оружия Медведь только рассмеется И другого способа не было До появления нарезного И автоматического Ну, надо было в землю Наваливается Тут перегородка Чтоб он до конца не оделся А там задача На противоположном конце Привисеть, пока он не упадет Мужчины, метр шестьдесят Стаку Дмитрий Первый Самозванец Когда царем встал Пошел на охоту И у него сломалось копье И медведь на него пошел Он его уже сабри забил Это кулемка на соборе Здесь задевается Все равно падает Не портится шкура Разного рода живо ловушки Где настораживается дверь И захлопывается Наживка дверь встает На задней лапе При попытке сбить ее Лапа попадает в дожим Человек бы против силы И вынимал дверь И при себе И на палочку наживка При попытке снять Они проваливают Лапа вытаскиваются Из гарного действия Там самолов пасть падает Плаха Из нескольких брендов Осторожный лук И пулемка большая На косулина оленя Работает в паре с завалом Есть домик охотника С печкой по черному Где он жил Вот он в течение дня Обходил самолова Собирал все что попало Затапливал печь Пока топится Разделка туш Снятие шкуры И закладка в лобазы Лобаз такая Клеть на столба И столбы подрублены Это жамки от мышей Мыш не может преодолеть Это препятствие О, японская техника Дальше Традиционные лодки И рыбацкие технологии Со времен неолита Существовало два типа лодок Обе долбленные Из цельного массива Первая Долбится корытом Борта не разводятся Но тогда она будет Вертка И поэтому Мы их скрепляли Катамараном Тут можно В шестом Отталкиваться Сидя веслом Устойчивые Второй вариант Над огнем Раскрываются борта Нагревается Ну и дальше Рыбацкие всякие Верши, морды Жайки, неводы Остроги, берпуны Коза для ночного улова Когда выплывает Тут огонь разводится На козе Подсвечивает водоем Видно, где рыба стоит Спит Человек со строгой Стоит, бьет Дальше Послевоенность СССР Пойдемте 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 А мини-мокика нету такого маленького? Это Люберецкая подвальная качалка 80-х годов, самодельный штанг, где залитый бетон. А, там бетон, например? Да, ну. Советский колхоз, председатель, механизатор, заявка, секретарь сельсовета, чиновник откома, 25 тысяч, паскух и рядовой колхозник. А что значит 25 тысяч? Это партийные боевики из числа рабочих, которых партия отправляла на раскулачивание. Первая их партия была 25 тысяч, а задача их состояла выгнать крестьянина из дома, отобрать имущество какие-то, крещалки, митинги, логинги. Володя сейчас нарисует. Смотрим, что он. Представляете, как он. Мне кажется, куда-то взялся. Разглава, познание проходит. Так, все, пойдем быстрее. Значит, на тему коммунальной квартиры. Коммуналки, наверное. Да, 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 у нас такой коврик есть. Только там, не знаю, что работает. Это не молодость. Видишь, не выгонишь их, молодость вспоминает. Как они пользовались этим всем. Так, все, да? Повезут. Не, давай это распределим. Так, кто куда? Наверное, кому что нравится, да? Смотрите, располагайтесь. До какого времени. До какого времени? Продолжение следует...